Спортивно-оздоровительное мероприятие «День здоровья». Делегация «Рост нефти» в Республике Башкортостан посетила Институт геологии и нефтегазовых технологий. Мы, собственно, сегодня прибыли с визитом в КФУ с целью как раз-таки найти точки сопоставления, где наши зоны интересов пересекаются, ну и хотим, собственно, наладить плодотворное сотрудничество. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Зарина Ахмадулина. Представители Института международных отношений Казанского федерального университета находятся с визитом в Узбекистане. За это время представителям КФУ предстоит посетить три города и провести более десятка встреч, направленных на развитие сотрудничества университета с научно-исследовательскими центрами Узбекистана, а также на повышение эффективности проводимой в стране профориентационной работы с абитуриентами. В делегацию вошли директор ИМОК КФУ Рамиль Хайрудинов, декан Высшей школы исторических наук и всемирного наследия КФУ Айрат Сидиков, заместитель директора ИМОК КФУ по международным отношениям Альбина Мамудинова и доцент Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Елена Воробьева. Визит продлится с 6 по 12 апреля. Спорт – это жизнь. Казанский федеральный университет знает об этом не понаслышке, ведь ежегодно для всех желающих студентов проводят спортивное мероприятие «День здоровья». Этот год, конечно же, не стал исключением. О том, как это было, смотрите далее. 7 апреля прошло ежегодное спортивное мероприятие «День здоровья». Организаторами традиционно стала общая университетская кафедра физического воспитания и спорта Казанского федерального университета. Программа показательных выступлений была очень насыщенной. С 8 утра и до 4 часов вечера студенты-преподаватели принимали участие в физкультурно-оздоровительном мероприятии. Вот с 2013 года в университете непрерывно каждый год мы поддерживаем эту традицию. И этот праздник проводится, именно физкультурный праздник, массовый студенческий праздник в рамках занятий по физической культуре и элективным курсам по физической культуре. Физическому воспитанию студенты в Казанском федеральном университете отдают большое значение. Благодаря внедрению такой дисциплины, как физкультура, учащиеся не только дисциплинируются и узнают для себя много нового, но и достигают значимых результатов в различных видах спорта. Так, на Дне здоровья студенты показали свои умения в степ-аэробике, баскетболе, силовой выносливости со свободными весами и многом другом. В ходе мероприятия студенты также принимали участие в различных мастер-классах от деятелей спорта. Отметим, что День здоровья проводился на площадках спортивного комплекса «Уникс», «Москва» и «Бустан». Массовый студенческий праздник зародился в 2013 году, что позволило привить любовь к спорту десяткам тысяч студентов, а также обрести новых друзей. Казанский федеральный университет за здоровый образ жизни, чего и советуют всем зрителям нашей программы. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюз. Институт геологии и нефтегазовых технологий посетила делегация «Роснефть» и «Башня и Пиннефть». Все подробности смотрите в сюжете нашего корреспондента. Институт геологии и нефтегазовых технологий посетила делегация «Роснефть» и «Башня и Пиннефть». Встреча состоялась в рамках проекта по изучению домниковых отложений Республики Башкортостан. Мы, собственно, сегодня прибыли с визитом в КФУ с целью как раз-таки найти точки соприкосновения, где наши зоны интересов пересекаются. Ну и хотим, собственно, наладить плодотворное сотрудничество как в научной составляющей, так, может быть, и в ученической сфере. То есть, в том числе, подготовки кадров. Что касается области интересов гостей, то они затрагивают, во-первых, нефтематеринские породы, Баженскую свиту в Западной Сибири и Домоняковскую свиту в Урал по Волжье. Также в область их интересов входит низкопроницаемый коллектор, проще говоря, трудноизвлекаемые запасы, которые сейчас осваиваются в Российской Федерации. Одним из новых, наверное, сегодняшних повесток встречи является, это, конечно же, взаимодействие в рамках проекта «Приоритет 2030». То есть, как уже озвучивалось на открытии, нашим гостям интересны наши проекты в области декарбонизации и все, что связано с ESG, скажем так, направлением. Далее гости посетили лаборатории Института геологии и нефтегазовых технологий и химического института имени Александра Бутлерова. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз. Когда отмечается день рождения почтовой открытки в России, смотрите в сюжете. 25 марта отмечается день рождения почтовой открытки. Невзирая на то, что такая печатная и красочная сувенирная продукция практически вышла из обихода большинства людей, дата отмечается и по сей день. Всемирным днем открытия почтовой открытки правильнее было бы считать дату 1 октября, так как именно 1 октября 1869 года первая корреспондентская карточка, как тогда называлась почтовая открытка, вышла в свет. То есть начала официальное хождение. Отпечатана она была в венской типографии. Особенностью этого отправления было то, что оно не запечатывалось в конверт. Именно открытость содержания препятствовала появлению открытки чуть раньше, когда 30 ноября 1865 года глава почты Севергерманского союза впервые предложил создать подобный вид почтового отправления. Это событие позволяет дате 30 ноября также претендовать на право именоваться днем рождения почтовой открытки. Почтовые карточки всегда пользовались народной любовью, особенно после появления на них красочных иллюстраций. Дешевое открытое письмо с оригинальной картинкой всегда вносили приятное разнообразие в жизнь, в которой еще не было телевидения и интернета. В России изначально правом печатать открытки обладала только почта, а уже с 1894 года такое право получили и частные типографии. Разнообразие вариантов художественного оформления открыток вылилось в один из видов коллекционирования, названный филокортией. По своей популярности он уступает лишь нумизматике. В России почтовая открытка начала свое хождение чуть позже, а именно 25 марта 1872 года. Но эту дату можно смело назвать днем рождения почтовой открытки в России. Одним из занимательных достижений книги рекордов Гиннеса стал канадец, обладатель наибольшей коллекции почтовых открыток, насчитывающей 205 120 штук. Этот факт не удивляет, так как типы оформления почтовых открыток очень разнообразны. Современные источники указывают на такие виды открыток, как поздравительные, музыкальные, патриотические, художественные и многие другие виды. Разнообразные карточки и открытки хранятся в научной библиотеке КФУ. Например, здесь имеются четыре открытки из фонда преподавателя истории Василия Ивановича Адо. На них изображены различные достопримечательности Казани. Например, памятник Николаю Ивановичу Лобачевскому, дом Кекина и Казанскому императорскому университету. Помимо этого, здесь имеется альбом, выпущенный в Казани в 2015 году. Радует, что в современном мире, где получили широкое распространение электронные способы передачи информации и общения, почтовая открытка сохранилась и продолжает не только радовать тех, кто увлекается филокартией, но и продолжает выполнять свои первоначальные функции. Амир Ахтямов, Амир Юлдашев, Универньюз. В Люберцах завершился чемпионат России по тэквондо среди студентов. Студент второго курса Института фундаментальной медицины и биологии Ханмагомед Рамазанов завоевал бронзу весовой категории до 74 килограммов. Чемпионат проходил со 2 по 5 апреля. Проректор по биомедицинскому направлению, директор Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Андрей Киясов сообщил, что вуз готовится реализовать социальный проект, направленный на поддержку сотрудников. Проректор КФУ объяснил, было решено выделить место, где сотрудники смогут вырасти для себя экологически чистые продукты, а заодно и приобщиться к биологии. По словам Андрея Киясова, распределять участки для выращивания сельскохозяйственных растений будет правком сотрудников КФУ после того, как вузам будет принято соответствующее решение. Не у всех есть возможность сейчас, например, вырастить что-то. У кого-то нет дач, у нас очень много молодых, так сказать, сотрудников, которые этим не обзавелись. И, соответственно, параллельно мы вот здесь вот несколько грядочек, несколько, так сказать, полосок земли, ну там как бы распахав, мы можем сказать, мы вам поможем вырастить для себя. Землю никто никому не отдает, земля федеральная. Это наш агробиопарк, который будет работать в рамках реализации всех поставленных задач по приоритету 2030. На этом все. В студии была Зарина Ахмадулина. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!